Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Сбывается, действительно. Дима, ты уже придумал, что загадаешь под Новый год? Ну, скажем так, почти, но я тебе не скажу, потому что не сбудется же. Ну, вообще логично, но все-таки все мы, независимо от возраста или положения в обществе, в любом случае ждем чудо. И кто-то уже, похоже, дождался. Дождался. И кто же этот счастливчик или счастливчики? Тюменские ботаники. Да как? И что? И чего же они дожди? Они дружбованы? Смотрите на экран. Пробраться сквозь заросли тропических растений не так-то просто. Заведующий университетским ботаническим садом Игорь Кузьмин ведет студентов, чтобы показать настоящее новогоднее чудо. В дебрях этого экзотического леса растет самая старая в тюмени финиковая пальма, и у нее завязались плоды. Впрочем, объяснение этому наука все же может дать. Это тяга растений к жизни, тяга к оставлению своего потомства, тяга к размножению. То есть растение даже в плохих для себя условиях, оно скорее последние силы потратит на то, чтобы оставить после себя продолжение рода своего. Тем более в хороших условиях. Вот у людей не так. Люди эгоисты. А растения всегда думают о своем потомстве в первую очередь. Финиковая пальма всех удивила прошлой весной. Взяла и зацвела. Вот такой неприметной желтоватой метелкой. До этого ботаники такого на Тюменской земле не видели. Ученые развели руками и предположили, что на пальму повлиял метеорит. Тогда все думали, что метелка просто завянет. Но финиковая пальма вновь всех удивила. Студент Тимур Шагеев сожалеет только о том, что не все горожане могут увидеть такую красоту. Я бы из этой рожереи сделал зимний сад большой бы. Еще бы увеличил в размере бы. Вот я сюда крышу бы открыл, ну, более осветленную сделал, чтобы света больше проникало бы сюда, солнечного. Чтобы также экскурсии можно было водить сюда. Дети, как дети приходят для музея зоологии, сюда также можно было потом детей водить. Пока же сюда все больше водят экскурсии в научных целях. Будущие биологи и ботаники изучают редкие растения, собранные со всего света. Здесь их около 700 видов. Вот, например, дальний родственник нашей елки – саговник замия. Это древнейшее растение – ровесник динозавров, родом из Мексики. Игорь Кузьмин показывает, на нем недавно появилась шишка. Я еще полтора года почтил с этой шишки, то есть потом она будет очень большая. Самые удивительные метаморфозы в ботаническом саду можно будет увидеть в конце зимы. Это один из пиков цветения тропических растений. А пока короткий световой день. Редкое растение сейчас радует глаз яркими красками. Анастасия Косымова, Павел Михайловский, Сибинформбюро.